Всем привет дорогие друзья, с вами Мэтт Скрием. Сегодня в этом видео поговорим о грядущих событиях на следующую неделю и также затрону тему скрытого путешествия. А точнее путешествия, в которое вообще стоит идти. Снова поднимем эту тему, потому что сейчас уже можно на цифрах определить, что же лучше. На следующей неделе нас ждет кампания, то есть мы будем собирать определенный лут на протяжении недели. Желательно это делать каждые 10 часов или же чаще. Основной наградой в магазине будет счастливая конфета, а также герои Аида и Таква и Пенни. Кстати забавно, что в основной награде Аида выступает топовым героем, то есть до сих пор разработчики этого героя рейтят. И в принципе есть на это причины, потому что Аида реально до сих пор используется. Это наверное самый долгоиграющий герой в игре. Итак, второе событие это казино. Награда будет ледяной ревенант или же корпс демон. В принципе кормовые герои, ничего интересного, но перед днем рождения стоит открыть все фишки для того, чтобы получить все арбы с наград. Чтобы максимально быть готовым к следующему событию с арбами. Третье событие это сундуки за гемы. Пятая коробка будет содержать эксклюзивный оранжевый артефакт плюс гильдейские монеты. А вот что касается третьего пункта, то тут непонятно. Возможно кстати будет просто артефакт и гильдейские монеты. И этот сундук поставят за 6 тысяч. Что касается второго и третьего, то там будут содержаться материалы монстров. В общем подробнее по этим сундукам пройдемся уже ближе к пятнице. И также еще одну неделю у нас будет продолжаться событие мастерская Ормуса, в котором мы можем прокачать донатерские артефакты. По событиям все. И сейчас бы хотел еще раз поднять тему с путешествиями. Значит это аккаунт Калича и здесь конец путешествия, как вы видите. Я вернулся из 6-звездочного путешествия, самого обычного. Вот на 6-звездочную болванку Альянса. И куда же теперь стоит идти? Так как корабль 6 уровня, это означает то, что двигатель уже максимальный. Смотрите. Все, его нельзя прокачать. Левел макс под двигателем. Соответственно, у Калича также есть безнадогона. Я не знаю почему, но на этом аккаунте постоянно везет выбивать вот именно данное приключение. Кто не знает, если вы его выбиваете и вы в него не идете, то в следующий раз оно пропадает. Соответственно, вам нужно найти его снова. Так вот, стоит ли в него идти? Самый главный вопрос. И для вас я уже нашел на него ответ. У нас есть вот такая вот инфографика, которую я нашел на англоязычном форуме. И самое главное, здесь учитывается то, о чем я говорил в прошлом видео по данным событиям. Здесь учитывается в 6-звездочном событии то, что вы реализуете постоянно новые 10 якорей. К примеру, вы заканчиваете путешествие с нулем якорей, начинаете сразу новое и у вас сразу на руках снова 10 штук. Соответственно, это можно сказать как бонусные 10. Даже с учетом этих якорей, все равно выгоднее получается вот это скрытое путешествие. И выгоднее оно на 26.3% по 5-звездочному корму в день. То есть вы можете видеть в табличке абсолютно все уровни и все сравнения. Но вот это путешествие самое выгодное на абсолютно любом уровне прикачки у вашего двигателя. И также обычное 9-звездочное путешествие, которое откроется у вас на 10 уровне, оно будет выгоднее, чем обычное 6-звездочное. Здесь мы сейчас не затрагиваем тему путешествия на буланку света и тьмы 6-звездочную. Так как они самые невыгодные по корму, но вы можете таким образом очень хорошо набирать корм света и тьмы. Это может пригодиться людям, которым, соответственно, этот корм нужен для того, чтобы не тратить арбы в эту фракцию, так как там супер маленький шанс. И также уже на практике я сам лично проверил, что вот эти якори, которые даются на обычном 6-звездочном задании, их не всегда удается реализовать как нужно. То есть вы не всегда оканчиваете с нулем якорей и потом набираете сразу 10 автоматом. Обычно вы там идете спать, у вас набираются снова эти якори, вы приходите, заходите в игру и по факту вы никакого бонуса толком не получаете. Соответственно, в таком случае вот такое скрытое путешествие и также на обычную 9-звездочную буланку, которая появится на 10 уровне корабля, оно становится еще выгоднее по 5-звездочному корму. Что касается всех остальных ресурсов, то там, насколько я понял, будет примерно одинаково. Поэтому, друзья, если вы получили скрытый маршрут, то обязательно советую в него идти, так как здесь вы получаете максимальную пользу. Еще раз повторюсь, в сравнении с обычным 6-звездочным приключением на максимальном двигателе разница в 5-звездочном корме 26.3%. То есть это четверть, это больше четверти даже. Поэтому на аккаунте Калича мы отправляемся в данное путешествие. Также хочу отметить, что на этом аккаунте я сейчас прекратил прокачивать вот эти статуи. Вот статуя тьмы, она 9 уровня. То есть после первого путешествия я ее прокачал и больше я ее не трогал. Сейчас мы ждем день рождения игры и, соответственно, потом будем смотреть по новому герою, стоит ли вкладываться в статую света на скорость. Так как это очень важно и сейчас не стоит распыляться. Давайте используем 10 якорей, посмотрим, что у нас тут будет. Кстати, хочу отметить, что было недавно обновление по данным приключениям и вообще по всей этой механике. И сейчас вот эти все события, которые происходят вообще в этом приключении, они будут приблизительно у всех одинаково происходить. Ну, по процентному шансу. Соответственно, меньше рандома. Итак, нападаем. Ускоряемся точно так же в этом путешествии. Кстати говоря, вот такие ускорения дают 0.66. Потому что некоторые думали, что так же в самом большом путешествии будет добавляться 2 с чем-то. Но это не так. Но в любом случае это все выгодно, друзья. Как я и сказал, здесь мы получаем больше 5-звездничного корма в сумме. Но единственный минус, который приобретают игроки, которые, к примеру, пвпшатся, это то, что вы будете прокачивать медленнее статуи. Но так как я сейчас здесь ничего не качаю, соответственно, это нам не особо помеху создает. К дню рождения игры мы должны вернуться. В общем, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Поддерживайте лайком, если было полезно. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. И подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok